Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Анна Кочан. Сегодня в нашем выпуске. В связи с изменением законодательства два Ильичевских учреждения профессионально-технического образования с 1 января финансируются из городского бюджета. Вновь участились случаи мошенничества в Ильичевске, поэтому сотрудники полиции обращаются к жителям города с просьбой быть осторожными и не поддаваться на уловки преступников. Под влиянием сил природы все больше разрушаются строения на 114-м причале и базе отдыха Радужной. Традиционная январская педагогическая конференция прошла во вторник в Общеобразовательной школе номер 6. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. Напоминаю, что телерадиокомпания Ильичевское телевидение проводила конкурс на лучшую новогоднюю композицию. В течение всех зимних праздников конкурсные работы будут украшать студию новостей ИТ-3. Сегодня в нашей студии представлена композиция «Веселый праздник», которую изготовила ученица 4-го Б-класса школы номер 6 Анастасия Шкода. Продолжение следует... Продолжение следует... А на начале выпуска мы предлагаем до вашей внимания короткий огляд подъем в Украине и свете, информацию о которой получили из интернета интернета. За помощью интернет-провидера Global City.net. Кабинет министров инициирует передачу областным бюджетам финансирование закладов охраны здоровья, что дают специализированную и высокоспециализированную медичную помощь. Відповідний законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України зареєстровано в парламенті 28 грудня минулого року. Крім того, уряд планує визначити та затвердити перелік закладів охорони здоровья за видами медичної допомоги, профілем і спеціалізацією, а також закладів, що забезпечують виконання окремих програм і заходів системи охорони здоровья. Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Республіки Казахстан Носуртаном Назарбаєвим у зв'язку з російським ембарго на українську продукцію та заборону на транзитні перевезення. Глава держави обговорили реалізацію домовленостей, які досягнули під час візиту президента України до Астани 8-9 жовтня торік. А також перспективи інтенсивнішньої спіліпраці у стратегічно важливих для обох країн сферах йдеться у повідомленні на сайті адміністрації глави держави. Петро Порошенко та Нурслутан Назарбаєв також обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема ініціативу української сторони щодо розгортання на окупованих територіях міжнародного миротворчого контингенту. Президент Туреччини заявляє, що вибух у центрі Стамбула на площі Султана Ахмет спричинив російський терорист-смертник. У своїй заяві президент Туреччини засудив терористичну атаку і підтвердив, що серед загиблих – турецькі громадяни та іноземці. Німецькі ЗМІ повідомляють, що серед загиблих – 9 громадян Німеччини. Також відомо, що серед поранених є громадяни з Норвегії, Перу та Південної Кореї. Нагадаю, у вівторок внаслідок вибуху у центрі Стамбула загинуло щонайменше 10 осіб, поранено 15. Президент Петро Порошенко засудив терористичний вибух у Стамбулі. За даними вітчизняного МЗС, громадян України серед постраждалих немає. Потужний торнадо пронісся над американським штатом Флорида. Руйнівна стихія залишила після себе повалені опори, електромереж, викручовані дерева, перевернуті автомобілі, пошкоджені будинки. Без електроенергії залишилися близько 9 тисяч споживачів. В Одесі з 23 грудня померло від пневмонії 15 осіб, з яких 11 виявлено штам грипу H1N1. Про це у вівторок, 12 січня, стало відомо в ході брифінгу в муніципалітеті міста. За даними медиків, з числа померлих від грипу було 9 чоловіків у віці від 35 до 70 років, а двоє – старше 70. Всього медики з 28 вересня провели 378 лабораторних досліджень у хворих і виявили з них 128 випадків захворювання на грип. З усіх проб у 122 виявили штам грипу H1N1, у 5 – штам грипу H3N3, а один – вірус групу B. Всього з підозрою на грип було госпіталізовано 261 одесит. При цьому прийом таких пацієнтів зіснюється всі лікарні міста, а також пологовий будинок номер 4. Лікарі радять одеситам без потреби не відвідувати людні місця, а також при перших же симптомах грипу викликати лікаря. Принятый в декабре прошлого года закон Украины о внесении изменений в бюджетный кодекс предполагает перевод на финансирование из бюджетов города областного подчинения учреждений профессионально-технического образования. Это означает, что с 1 января финансирование Ильичевского профессионального судоремонтного лицея и Ильичевского морского колледжа Одесского национального университета будет осуществляться из бюджета города Ильичевск. Ильичевск стал одним из первых городов Украины, который в своем бюджете предусмотрел средства для финансирования таких учебных заведений. В связи с изменением законодательства страны с начала года на бюджет Ильичевска лягут дополнительные расходы. Это связано с финансированием двух профессиональных учебных заведений, расположенных на территории города. С 1 сечня 2016 года из бюджета города Ильичевска будет выполнять финансирование наших двух профессионально-технических закладов. Обсяг финансирования этих двух учебных заведений складает 10 млн 63 тыс. грн. Это даст возможность в полном обсяге обеспечить финансирование в той штатной численности и в том учебном складе за первое певречие. По словам главы депутатской комиссии по финансово-экономическим вопросам, бюджету, инвестициям и коммунальной собственности Леонида Жухи, такая нагрузка на местный бюджет вызывает ряд вопросов. Почему, допустим, налогоплательщики города Ильичевска должны финансировать обучение детей из других регионов? Нерешенный пока что вопрос, но я думаю, что к нему еще вернемся, это выплата стипендий. То есть, то, что касается заработной платы и оплаты коммунальных услуг, финансирование достаточное. По стипендию, да, есть вопросы. Немаловажным в ситуации с финансированием профессионально-технических учебных заведений является и социальный вопрос. То, что сегодня госбюджет перенес на местный бюджет, это не лучший вариант. Почему? Это контингент детей, которые обучаются по рабочим специальностям. Это дети из наиболее социально незащищенных семей. Это более 40 детей только сирот. Естественно, их содержание будет достаточно накладным. Есть надежда, что государство все-таки примет участие в материальном обеспечении заведений, которые готовят для страны рабочие кадры. В законном бюджете предусмотрено, что по итогам первого квартала 2016 года Камин должен сделать мониторинг ситуации, которая складывается с финансированием и дальше при необходимости принять изменения в законодательстве. Я думаю, что по итогам все-таки первого квартала, если не раньше Верховной Раде, придется, конечно, вернуться к рассмотрению бюджета страны. Вопрос о том, как будут финансироваться Ильичевский профессиональный судоремонтный лицей и Ильичевский морской колледж с 1 сентября, находится в стадии изучения. А сейчас официальная информация. С 1 сентября 2016 года набрал чинность закону Украины про внесение изменений до деяких законодательских акций Украины, каким изменены умовы надания державної допомоги на детей, одиноким матерям, в том числе вдовам, та тимчасовой державної допомоги дітям, батьки яких ухиляются от сплати аліментов. Оскільки изменено порядок призначення вказаних видов допомоги, їх виплата в старовом розмірі призупинена с 1 січня поточного року. За розъясненнями Министерства социальної політики Украины, з 1 січня тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, надаватиметься з урахуванням матеріального стану сім'ї, в якій виховується дитина. Допомога на дітей одиноким матерям надаватиметься у розмірі щодо рівні різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячними сукупними доходами сім'ї, розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Виплата допомоги у мінімальному розмірі з 1 січня законом не передбачена. Для перевірки права на отримання зазначених видів допомоги з 1 січня 2016 року за новими умовами громадянам необхідно особисто звернутися до єдиної приймальній відділу грошових виплат і компенсації управління соціальної політики за адресою вулиця Хантадзе, 8А, кабінет номер 1 або зателефонувати за номером 2-56-31. Звертаємо увагу, що для громадян, які звернуться у період з січня по березень 2016 року за призначенням зазначених видів допомоги, за новими умовами планується зазначені допомоги призначити і виплачувати з 1 січня поточного року. Прогулявшись по морському побережжю в районе 114 причала і бази віддіха Радужний, можна убедитися, що природа не прощає днебрежного відношення к себе. Подробніє в нашому вступному сюжеті. В течені последніх нескольких лет прибрежна зона в районе 114 причала змінилося до неузнаваємісті. Летній доміки, в котрих когда-то так любили віддіхати жителі і гості нашого міста, продовжують стремительно разрушаться і йти під воду. Уже почти що полностью поломан перший ряд куреней. Вмість з тим покосились і рушатся практично все строення, розположені на території 114 причала. Все увиденне здесь напоминає декори фільма «Катастрофи». Огромні трещини в стенах, стара мебель, повалені бісетки, навеси, поломанні лістниці, розбиті стекла і кучі мусора. Продовжують уменьшаться і територія самого пляжа. Вода максимально близко підступила к забору бази віддіха «Радужний». Более того, із-за сміщення грунта, огромні трещини появились на дорожному покрытиї. Половина зимы ще впереди, а значить штормові вітра, волни будуть і далі унічтожати прибрежні постройки. А вже весною жителі города увидят результат действий разрушительной сили природи. Мошенничество – одно із самых распространённих видів пріступності. Несмотря на постоянні предостеріження со сторони правоохранительних органів, доверчиві ілечовці продолжають попадатися на крючок аферистів. По словам сотрудників городського отдела полиції, чаще всего жертвами злоумышленників становяться пенсіонери. Побіляється тем, що зараз люди матеріально дуже не з'щіщені, бабусі представляються як сотрудниками соціальних служб і проводять якійсь акою, менюю діньки і так далі. Тобто, що бабусі отдають свої діньки, получають заміни фальшиві, які і тряють, в матеріальному плані діньки. Кроме того, в последнее время в Величевске участились случаи телефонного мошенничества. Только с начала 2016 года в городе зафиксировано уже 4 подобных правонарушения. Обычно происходят телефонные звонки в 4, в 5, в 6 утра, то есть срабатывает эффект неожиданности, соответственно теряется бдительность наших граждан. Суть телефонных звонков состоит в том, что мама помоги, я попал в милицию, в полицию, совершил ДТП, убил человека, необходимо перечислить там необходимую сумму денег по такому-то телефону. Почему-то наши граждане первым делом бегают, ищут, одалживают или ту сумму, которая есть дома, перечисляют на карточки, перечисляют через приватбанк это все, не подумав о том, что нужно позвонить родственникам, тому же сыну или той дочери, в отношении которого прошла информация, что он попал в полицию. Сотрудники полиции еще раз призывают горожан не подаваться на подобные уловки преступников. Убедительная просьба, звоните сразу же в первую очередь сыну, либо дочери, убеждайте, что с ними все в порядке, если есть какая-то причина или проблема, звоните на 102 и узнавайте, действительно ли ваш ребенок находится в полиции, потому что все эти телефонные звонки это мошенники, это люди, которые зарабатывают такой информацией себе на жизнь. Чтобы не стать жертвой мошенников, жителям города необходимо быть бдительными, а в случае необходимости сразу же обращаться в правоохранительные органы. По сведениям центральной санэпидстанции водного транспорта с 4 по 11 января в контрольных точках города отобрано 16 проб водопроводной воды, все соответствуют стандартам. Отобраны 2 пробы артезианской воды, все соответствуют нормам. Отобрана 1 проба пищевых продуктов, которые соответствуют санитарным нормам. В контрольных точках города радиационный гаммафон составляет 10-16 соток микрорентген в час, что соответствует естественному. Превышение радиационного фона не зарегистрировано. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями не превышает эпидемического порога. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей о том, где в среду в нашем городе не будет электроэнергии. В связи с плановыми ремонтными работами в среду 13 января в период времени с 8.30 до 17 часов будет отключена электроэнергия по адресу улица Гадара, 5, а также в бойлерной номер 13, детском саду номер 20, школе номер 6, магазинах Эльдорадо и стройматериалы. Ильичевский район электрических сетей приносит свои извинения за временные неудобства. Январская педагогическая конференция прошла во вторник в общеобразовательной школе номер 6. На языках почти всех народов, населяющих нашу страну, подводили итоги работы за первый семестр учителя младших классов. Помимо украинского языка в зале звучала русская, польская, армянская, белорусская, болгарская и грузинская речь. Ученики первых и четвертых классов поддержали своих педагогов, подготовив выступления на английском, немецком и французском языках. В последние дни зимних каникул в школе номер 6 открылась традиционная городская педагогическая конференция. В ее работе приняли участие учителя всех Ильичевских школ. Главное задание конференции – это подведение итогов работы в первом семестре. Своебразным способом демонстрировали результаты своей деятельности учителя начальной школы, делая акцент на развитии речи учеников первых и четвертых классов. Решили показать, что мы живем в единой краине, но у нас много национальностей, каждый бережет свои корни. Поэтому здесь сегодня звучит не только украинская мова, но и русский, грузинский язык будет звучать, английский. Работа секции учителей младших классов больше напоминала концерт. В нем с удовольствием приняли участие как ученики, так и их родители. Своими выступлениями на разных языках дети показывали успешность различных методик преподавания. На сегодняшнем выступлении я приготовила стих. Учитывая многонациональность Украины и родного города, очень творчески подошли к подготовке своего номера учителя шестой школы. В нашем номере есть такие сказковые герои, вовк, грузин, вилка, белорусская, лисичка, полячка. Очень много ежек, еврей, очень много хороших, интересных национальностей, которые относятся нашей страны. В ходе конференции педагоги Ильичевска также определили планы на второе полугодие. Уже весной в городе пройдут сразу два педагогических фестиваля, в которых примут участие молодые учителя и школьные психологи. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас с редакцией новостей Ильичевского телевидения. Сегодня студию новостей ИТ-3 украшала работой «Веселый праздник», который изготовила ученица 4-го Б-класса школы номер 6 Анастасия Шкода. А сегодня с вами была Анна Кочин. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok